вам нет мы пойдем займемся искусством и наш путь лежит туда дальше до самого конца улицы ван с и там будет картинная галерея куда мы едем вот там мы сделаем отдельный репортаж да вот в этом здании кинотеатры находятся там несколько сразу залов вот и mc это такая сеть кинотеатры чувствуется ощущение города и из вас друзья кто знает софию мою правую руку можно сказать по портнов компьютер скул вот я вам скажу что вот то здание которое слева вот это здесь когда-то находился менеджмент колледж котором софия была вице-президентом прежде чем к нам пришла и вот мы с ней там можно сказать познакомились она была вице-президентом колледжа рапс менеджмент колледж ов сам francisco вот после того как софия с ним рассталась колледж вышел из бизнеса довольно скоро то есть она выполняла очень важную функцию там и но не была оценена в этом смысле поэтому оказалось у нас там уже дальше так покатилась по наклонной здесь много отелей вообще в сан-франциско где-то в два два с половиной в три раза больше туристов принимает за год чем вся российская федерация вот это уже была такая статистика где-то здесь миллионов 15-16 в год туристов и поэтому город очень заточен вот под эту индустрию здесь невероятное количество отельчиков модельчиков ресторанчиков и вот частности там где мы с вами едем это ну такая туристическая тропа что ли вот эта улица ваннес по ней движется много туристов не только вот по самому ваннесу но например направо если бы мы взяли и проехали бы один квартал там где-то улица полк называется вот улица полк очень туристическая с чудовищным количеством небольших магазинчиков там всяких бутиков там и так далее это все очень и очень прикольные места вот эта академия но у них много зданий в сан-франциско есть так называемая академии of art или arts как там правильно даже не знаю вот и они там люди учатся на художников свете на племянница заканчивал дать она в москве заканчивала школу при суриковском институте когда-то давно а потом они сюда приехали научилась вот сейчас в нью-йорке так что вот видите я не знаю может быть там заметно что улица вниз пошла вот посмотрите мы едем на на улице ваннес это очень сложно заметить потому что она в общем-то более-менее прямая вот видите вот там дальше она вниз идет а там потом вода венте водичку и за этой водичкой уже там как какие-то холмы вот я попробую сейчас навести туда вот видео 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 вот туда вот это уже за мостом golden гейт по-моему это один из перекрестков там будет гора какая-то уходящая вверх даже ты знаешь не знаю что тебе света сказать едем дальше мне не нравится соседство автобуса вот нормально пишем вот мы сейчас скоро упремся в залив так называемый сан-франциско бэй это вот тот самый залив через который идет мост левее отсюда если взять идет мост который называется золотые ворота golden gate bridge вот смотрите какие симпатичные здания здесь вот елки стали продавать где работе да не очень конечно там елочный базар да вот там ребята елочный базар это правда а это красивые дорогие дома современные вот это а это тоже красивые но не современные вообще что очень интересно здесь все-таки архитектуру пытаются привязать старую к новой и вот например вот приду вот этот новый а вот тот старый еще и они выстроены в одном стиле чтобы не было большой разницы чтобы это все красиво смотрелся и меня потрясло когда мы были на украине меня потрясло что в киеве такая эклектика в архитектуре что тут же стоят дореволюционные здания потом там сталинские стоят и рядом совершенно новое и никто даже не заботится о том чтобы не выглядели как-то похоже или чтобы этого имела какой-то внешний вид здесь этому уделяется большое внимание и стараются все-таки сохранить здесь денег много поэтому они только в этом дело сразу же когда строишь индивидуальный дом они стараются чтобы он не выпадал из-за микрорайон вот это ведь табличка зеленая написано ломбард мы сейчас вынуждена на нее свернем поскольку мы тут оказались мы не можем с этой полосы мы не можем прямо мы не можем направо там машины сзади нас если только нам удастся проскочить ну и попробуем вот эта улица ломбард которая на всех картинках ее показывают как она это самое извилистая такая что там со страшной силой все извилистая успеваем а извилистая она потому что она идет ответственно и нельзя было сделать прямой ну под углом большим идет под большим углом проскочили проскочили я просто помню первая наша машина была автоматически с ручной коробкой передачи как вот станешь на отвесном таком и как там наш и вперед надо ехать и сзади стоят это полметра сзади уже стоят я и некуда отскочить дух да нам не удастся показать улице вверх и вниз это нужно отдельный тур такой делать пеший чтобы вверх и вниз из из машины много не увидишь улица франциско где то вот тут уже должен быть паркинг на котором мы оставим машину и отправимся уже в галерейку которую мы отдельно для вас заснимем ну что вот такие друзья разъезжают по сан-франциско это автобусе просто туристический мы немножко до снимаем наш проезд по городу потому что тот паркинг где мы хотели встать там места не было и мы решили немножко дальше проехать ближе к той точке где нам нужно оказаться в галерее но вот там другой паркинг вот такая красотища вот смотрите вот такие солнечные дни бывают только зимой которая нам нужна и мы сейчас по ней поедем это все очень туристические такие места если вы здесь окажетесь конец сан-франциско вы тоже здесь походите погуляете тут очень много кафешек очень много ресторанчиков вот я тут стою сейчас слева от меня но я попробую вам показать вот написано жерардели видеть это шоколадная такая кафешка в данном случае такой магазинчик с кафетерия вообще жерардели это местная сан-франциско и фирма которая делает шоколад очень известная так но нам налево вообще то пропустит нас кто-то или мы к этому лицу до улица то что надо улица то что надо но красиво как так я просто смотрю чтобы не помешать никому тут товарищ как-то ехал почему не сказано что нет так вот друзья это там гавань впереди а нам налево тут паркинг вот ведь нам товарищ уступил сумеем сумеем вот заезжаем и на этом наш проезд закончился я не да как-то бачком здесь это все это перекосило нас тут на этой дороге я не знаю насколько вам интересно смотреть как тут работает парковка вот я взял билетик тут открылась чудо-юдо паблик паркинг ведь направо давай то что это на самом деле паркинг отеля фермонт а паблик для нас это вот сюда так 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 поехали много места тут подземный паркинг на первом ярусе может быть не так много а дальше будет много вот проезжаем тут сверху вниз у нас еще машина большая надо было ехать на маленькой она маленькая юркая вот и паркинг смотри ты видишь вот нам паркинг а а а а а